МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. В завершении каждого года принято подводить его итоги. Политики говорят о том, что удалось и что предстоит сделать. Чиновники отчитываются об исполнении порученного. Тем не менее, главные итоги – это именно то, что мы, простые граждане страны, чувствуем и как готовы ответить на вопрос, наша жизнь стала лучше или нет. Об итогах года поговорим с председателем юридической комиссии общественного совета при президенте Республики Молдова Павлом Медриганом и председателем национального молодежного движения воевод Николаем Паскару. Здравствуйте! Здравствуйте! Если позволите, вопрос, наверное, достаточно общего характера, и тем не менее, вопрос в лоб. Чем вам, лично, каждому из вас запомнится уходящий 2017 год? Павел, давайте с вас. Ну, это много-много говорит, потому что есть некоторые положительные, но больше, к сожалению, отрицательных. Я бы отметил продолжающиеся, пожалуй, на протяжении всего года вот эта конфронтация ветвей власти. Это нехорошо и в части воспитания граждан, потому что руководство должно быть единое, единые цели, какая-то программа развития страны, подключить широкие массы. А когда мы видим этого, конечно, и люди разделены, разобщены, и это слабеет наше государство, наше общество. Второе, что меня очень огорчило, вот это искусственно созданное большинство в парламенте. Я просто многих людей знаю, и для меня никак не укладывается, как они ведь их выдвинули какие-то партии, им доверяли, причем я некоторые знаю, они попали в парламент, по большому счету были никем, просто никем их там включили, дали возможность, и они в какой-то момент просто предали партию, предали своих избирателей, и голосует, как это машина какая-то, автомат какая-то, совершенно бездарно, не могу даже объяснить элементарно, почему такой закон принят, почему такая позиция, ущерб иногда для государства. Поэтому здесь можно много продолжить. Я бы отметил еще две вещи, которые, на мой взгляд, очень важны. Это первое, доверие граждан к руководству государства. Причем, буквально сегодня я слышал общественное мнение в Румынии, вот примерно то же самое, как и у нас, хотя они уже 10 лет в Евросоюзе, три четверти румын считают, что страна Румыния идет в неправильном направлении. Три четверти, что меня очень беспокоило, потому что у нас примерно то же самое, где-то 80% у нас, по общественному мнению, это что мы двигаемся, наша страна не в правильном направлении. И второе, в этой же части, что меня огорчает, что люди все больше и больше теряют надежду. И вот я в академической среде, в университетской среде, и я скажу, что большинство нашей молодежи, наших выпускников, студентов, та часть трудоспособная, она живет мыслью, как уехать, потому что здесь не видят перспективу, не видят возможности, и это очень и очень пагубно влияет и на состояние дел, на рождаемость. В целом, однозначно, что последующие годы будут куда тяжелее, чем те, которые были до сих пор. Николай, вот ваше впечатление от года уходящего, чем он вам запомнится и какие положительные, отрицательные моменты вы можете обозначить? Я как лидер молодежной организации всегда являюсь критиком от всяких событий, которые происходят у нас в стране, всяких феноменов, но в душе, конечно, оптимист, всегда настроен думать на все позитивное, что может произойти, то, что происходит. Изначале года мы знали, что этот год будет очень тяжелым, потому что в Молдове созревало вот все это напряжение политической борьбы. То, что у нас сейчас есть, это еще не самое страшное. Если посмотрим в сторону Киева или посмотрим на другие страны, которые есть сейчас в конфликтах, есть какая-то стабильность, хоть очень тяжело все отойдет, весь этот политический процесс. У меня недавно друг приехал из Египта и говорит, что он часто вот едет, отдыхает в эти страны, говорит, что последний год вот для них очень тяжелый, поднялся доллар, там люди еле-еле выживают из страны, которая когда-то была преуспевающейся. У нас, конечно, есть много хороших факторов, которые вот произошли за этот год. Все-таки мы обрели национального лидера, который может вести страну, уверенного в себе. Хоть, конечно, встречает очень много на своем пути и трудностей, очень такие, можно не завидовать нашему президенту вот в таком положении, но он держится. Многое было сделано. Хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Я смотрю, как принимают его в Москве. Даже можно гордиться вот за нашу страну. И те люди, которые находятся за рубежом, в том числе в Москве, гастробайтерами на заработках, для них намного легче вот находиться в этой ситуации, когда президент Молдовы вот защищает вот интересы этих людей, в том числе наших молдаван, молдавские производители, которые производят и все продают в Москве. То есть у нас есть надежда. В следующий год мы идем с какой-то надеждой на хорошие, нормальные, теплые отношения мы видим с Приднестровьей. Все-таки как-то не договариваются. Конечно, не до конца, но там есть уже реальные какие-то шаги. Построили мост, строят дороги. То есть уже в социальном плане уже идут такие теплые отношения. Есть надежда на будущий год, хоть будущий год будет еще труднее, потому что он как-никак предвыборный, но есть надежда, что мы сможем все-таки не падать вот туда, еще глубже в эту яму, которая до сих пор вот все эти года стремительно падает. Все-таки должен быть конец этого туннеля. Ситуация в стране вот для простых граждан, она не такая легкая. Хоть я смотрю, что стабилизировали сейчас эти валюты, люди пытаются уже выходить из этих кризисов, какие-то экономические проблемы. То есть еще есть какая-то перспектива и надежда. Посмотрим, но это зависит не только от президента, это зависит от правительства Республики Молдова, зависит от всех нас, потому что мы жители этой страны, мы должны все это строить. Следующий год является предвыборным. Вот можно подумать, что люди, которые будут отдавать свой голос, они должны как бы анализировать очень четко эту ситуацию. Самое интересное, есть люди, которые сейчас попадают в правительство, которые не подписал президент, которые были замешаны в краже миллиарда. Это бешеные деньги, это очень много денег. Я представляю, что народ подумает и не будут голосовать за эти партии. Но зная наш народ, мы же тоже от истины. Я уверен, что кто-то еще будет голосовать за Майя Санду и за Лянка в том числе. То есть от нас очень многое зависит, от простого народа, от людей, которые живут в этой стране. То есть мы не должны все делегировать, отвечает президент, премьер-министр или председатель парламента. И в следующем году мы это увидим. Павел, вот вы затронули тему качества политического класса. Но вот вопрос такого рода. Вот то качество, которое вы сегодня определили для представителей парламентского большинства является зеркальным отражением качества сегодняшних избирателей или это, будем говорить так, что искренний выбор людей был использован для реализации чьих-то интересов. И может быть, насколько был искренний тогда выбор людей. Может быть, качество избирателей сегодня не отвечает интересам государства. Может быть, качество избирателей сегодня нуждается в том, чтобы повысить какой-то избирательный, ну не знаю, рост понимания того, как и за кого ты голосуешь. Я помню, в советское время был такой институт лекторов. Даже когда все голосовали за одну партию, ну и существовал институт лекторов, который ездил по селам, городам, встречался с трудовыми коллективами и проводилась какая-то агитация. И не просто агитация, но это были очень интересные лекции, которые раскрывались, например, раскрывала ситуация вокруг Советского Союза, раскрывала ситуация с какими-то экономическими проблемами. Вот сегодня избирателем, мне кажется, остался один на один со своими личными проблемами, с экономическими проблемами государства, с политическими проблемами государства. И мы от него требуем, ты должен выбрать, но выбрать так, чтобы в общем-то следующие четыре года уже получать в ответ уже наше решение. Не, ну, наш избиратель не совсем забыт. Как приближается предвыборная кампания, о нем вспоминают, появляются подарки. Вы заговорили об агитаторах, их сейчас есть, полно их, но они сегодня называются политические аналитики или комментаторы. Они каждый вечер, посмотрите на некоторые масс-медиа, они там говорят и даже глазами не моргают, причем такие вещи утверждают, что мы чуть ли не вот-вот, уже еще полшага осталось, у нас такие... От страны успеха, от страны максимально успеха. Да, они не ходят по деревням, потому что они боятся, да, вживую. Но с телевизора льется вот эта ложь, чистейшая, причем такая хромовая иногда мы говорим, что мы смотрим... Махровая. Махровая. Я иногда уже даже не слушаю, потому что я могу сравнить цифры, могу их как-то интерпретировать, немножко обосновать, и они вот это бросают, чтобы вот создавать такое впечатление хорошее, хотя на самом деле, я когда я высказался больше негативного, не от того, что я в самом деле думаю, что нет шансов и нет у нас никакой перспективы, есть, но я сделал это в сравнении с тем, что вот посмотрите, наследство Советского Союза, 91-й год. Мы были республикой довольно развитой. У нас была развита промышленность, особенно перерабатывающая, на уровне всего Советского Союза, но я бы не сказал, что в Советском Союзе было все отсталое, было у нас современные предприятия по разным отраслям, и обуви, и одежду, и консервы, и так далее. Вот этот потенциал, мы его потеряли. Второе. У нас был очень квалифицированный такой корпус кадров, инженерных и так далее. Это большой капитал. Вот государство осталось безучастным, и они разошлись, кто куда, хорошие ребята работают за границей. Это второй такой фактор, негативный. Третий. Было очень ряд грубых мероприятий, скажем, приватизация. До сих пор мы видим, какие очень тяжелые последствия вот этой прихватизации, когда людей просто лишили того, что они поколением добывали, и это было достояние государства. И, конечно, еще один могу, программа ПМИНТ, она просто убила наше сельское хозяйство, которое сегодня вот это, кусками мы... И когда я говорю больше в таком пассивном плане, в плане от того, что у нас был потенциал, и даже в 2009 году, если мы вспомним те цифры, то состояние, которое было в 2009, и по сегодняшний день, это те же самые люди, по большому счету, когда сказали, Молдова без коммунистов, без Воронина, что мы все будем по-другому, будем народ вовлекать, у нас что-то произошло. По большому счету ничего особенного. У нас идет регресс, регресс по всем показателям. Поэтому, когда вы говорите качество политического класса, что им не хватает? Я бы отметил в первую очередь ответственность. У нас просто политический класс, или те партии, которые попадают в парламент, они просто безответственны. И, конечно, в какой-то степени мы, в том числе гражданское общество, потому что если взять все политические партии вместе, членство, это набирается где-то 100 тысяч человек, не больше. Партии малюсенькие, есть несколько партий по 25-30 тысяч. Но по большому счету, хотя на сегодняшний день 45 партий политически зарегистрировано, там кум, кума, еще там человек 15-20, все, они просто числятся, по большому счету, мертвые, даже отчеты не дают. Это считается политической партией. Поэтому, конечно, это мы большинство, это не только члены партии, но мы, граждане-избиратели, их выбираем, как бы сознательно, подсознательно, и мы к этому вопросу должны сегодня и вообще вернуться, почему это случается. Мы голосуем, потом хнычим 4 года, недовольно ходим, и просим протянутой рукой место того, чтобы был механизм контроля общества над властью, как и в другие страны. Но, во-вторых, конечно, и механизм наших выборов, я могу сказать, как бывший член Центральной избирательной комиссии, конечно, при современной технологии используются различные механизмы, чтобы вот именно в выборной кампании это работать с избирателем, и он не всегда доумевает, бывают и подкуп, и обман, и обещания, и другие механизмы, в том числе, административные рычаги, и вот быстро-быстро голосует, а потом оказывается, что все эти ожидания не исполняется. Поэтому, конечно, должно измениться и качество наших политиков. Сегодня, вот я могу несколько человек послушать из нашего парламента, больше там слушать некого, к сожалению, потому что некоторые с трудом могут что-то объяснить. Вот почему? Вот я вам дам пример. Вот начали по изменению избирательной системы, демократическая партия. И все сказали, только одномандатная, и только одномандатная. Почему? Никто толком почти, но мы хотим изменить политический класс. Так, изменяйтесь, вы же у власти, меняйтесь. Но это самое лучшее, потому что каждый будет иметь своего депутата. Я говорю, как своего? Он идет туда решать проблемы страны, никакой деревни. То есть люди пытались это, да, она может быть лучше, но это же надо объяснить. Ну, собрали вроде бы 800 тысяч подписей. Вот вроде вот такая масса. У нас же голосует примерно миллион шестьсот, то есть почти половина электората от подписи. В какой-то момент сказали, ну, вы понимаете, не совсем хороший. Хороший, очень хороший, и самый лучший в мире. И вдруг вот, ну, пришли социалисты со своим проектом, и они как бы примкнули, да, демократическая партия. Вот что значит, что... Они предложили свой вариант, который спасает и политические движения в качестве, ну, в виде партии, и в то же время поддерживает идею изменения избирательных систем. У меня к социалистам нет претензий. У них вроде бы и в предвыборной программе это было, и они как бы осуществили то, что они задумали заранее. А вот это шарахали, давай туда, давай сюда, и интересно, что даже не могут четко объяснить, по чему, чем это лучше от того, и что это даст. Поэтому те законы, которые были довольно спорные, вспомним даже по антипропаганде так называемой, и другие законы, которые, ну, не воспринимаются обществом, и мы, юристы, и так далее, говорят, ну, как это, а зачем это, что это даст? Это скорее всего лоббирование определенной группы интересов, в том числе экономических, и это далеко не в интересах государства и нашего общества. Ну, мне кажется, сегодня в нашей стране ситуация доведена до такого уровня, что любое предложение воспринимается как благо, вне зависимости от того, какие результаты могут быть достигнуты в силу исполнения этих предложений. Николай, вот вопрос такого рода. Мои коллеги часто бывают на местах, общаются с простыми людьми, сельчанами, жителями малых городов. Это своего рода собственный соцопрос, так сказать, измерение градуса социального напряжения. Таким образом, мы выясняем, что больше заботит наших сограждан. Вот как часто вам бывает, выпадает возможность побывать в регионах, как часто приходится общаться с людьми, живущими не в столице, а в малых городах и селах. И что они говорят, что они чувствуют, чего они ждут от власти, от людей, которым делегируют такие полномочия? Как выживают. Как выживают, да. К сожалению, есть очень большое отличие от того, что думает народ и то, что делает власть. И очень большая разница вот в том, что все-таки народ живет своей жизнью. И то, что считаем демократии в народе это нецензурное слово, потому что все, что разрушалось за эти 25-26 лет, это прошли по этим лозунгам, в том числе, что Европейский Союз или Европейская интеграция, даже создание сегодня пытаются вписать в Конституцию как единственный мир. Люди воспринимают все на более простом уровне и они видят, что вот под этим флагом евроинтеграции в Молдове просто награбили столько, что это не может где-то где-то даже понять невозможно, как можно вот из этих казны, из банка разрушить эти банки украинской Мы даже не знали, насколько мы богаты. Это огромнейшая проблема, потому что власть теряет веру в себя и это чтобы вернуть нужно очень большие огромные усилия. Большая проблема и очень многие уезжают, теряют надежду. Может быть здесь есть еще какие-то условия в стране, где можно что-то начать, потому что у нас плодородная земля, никто с голоду здесь не умрет, но то, что вот нету этих перспектив и нету веры, это все разрушается. Элементарно, византийская цивилизация разрушилась из-за отсутствия веры. Они между собою прокляли друг друга, эти папы, и мы видим, что исчезла целая цивилизация. В стране, где нету национальной идеи, где не уважают конституцию, вот высший закон власти, у народа теряется вера, и может быть это и есть та стратагема, которая влаживает в нас все эти западные структуры, все эти западные страны и разрушает страну, потому что люди еще помнят, вот господин Мандриган говорит, и вспоминает с уважением советские времена, хоть тогда не было все так идеально, но, например, где я родился в деревне, там были, например, большие фермы, большие какие-то фабрики были, большой колхоз, асфальт в деревне, была даже своя гостиница тогда, понимаете, а сейчас остались одни руины, и то есть народ начинает как-то все это видеть, понимать, осознать, и видит, что его дурачат вся эта власть, особенно, когда мы видим парламент, когда люди голосовали за одну структуру, например, и они там в парламенте переформируются, переформатируются, и начинают делать все против народа, против этой страны, и, конечно, народ особенно не задается вот такими философскими вопросами, но они понимают, что вот все, что делается, делается плохо, и многие предпочитают уехать отсюда, и если уехала половина населения, сам выбор, мне кажется, теряется, уезжает половина населения, это уже трагедия, даже не было никаких депортациях в Советском Союзе, или там, чтобы уехали столько, или во времена Второй мировой войны, то есть у нас не было вот столько кризисов, таких человеческих потерь, да, и самое интересное, что у молодых теряется эта вера, и это не только у нас, я смотрю, и в Румынии очень много есть друзей, знакомых, которые мы как-то общаемся, и там тоже вот есть все-таки оттенок времени, вот он печатается в социуме, очень важно обрести эту надежду, веру, то, что делает президент, мне кажется, что это одно из выхода из этой ситуации, то, что он подчеркивает национальную идею, то через эти фильмы про историю Молдовы мы начинаем находить себя, находить себя в истории, потому что ключ успеха страны он является и можно найти у наших потомков, у наших хороших примеров, у наших побед на разных сражениях, потому что мы являемся нацией, мы являемся тем народом, который мы все-таки выжили в это время, Молдова является одной из самых старых стран Европы, вместе с Венгрией, вместе с Польшей, не так уж много стран осталось, по-моему, 7 или 8 стран, и у нас есть вот это начало, если мы сможем объединить страну вокруг этого духовного начала, вокруг христианства, вокруг нашей истории, у нас есть будущее, потому что всю Европу ждут не очень хорошие времена, особенно мы видим последние 5-6 лет различные террористические акты, вся эта миграция, вся эта нестабильность, и мы должны готовиться вот к этим прыжкам, нужно, если прыгать вот уже в эту историю из парашюта, нужно одевать на себя, из самолета нужно одевать парашют, нужно готовиться. не один, мне кажется, еще и запасной. Ну вот затронули сразу несколько тем, тема итогов деятельности президента, и тема патриотизма. Вот начнем с темы патриотизма. Смотрите, сегодня, мне кажется, акценты в отношении того, кого называют патриотизмом, патриотом, Молдовы, несколько смещены. Ведь, когда говорится о молдавском патриотизме, почему-то проводится какой-то знак равенства с, не знаю, с национализмом румынским. Если ты патриот, значит, должен быть румыном, а если ты считаешь себя искренним молдаванином, то здесь уже тебя могут уличить в какой-то пророссийской, пророссийскости. Вот как думаете, почему это произошло и как можно было бы исправить, сделать так, чтобы будущим молдаванином чувствовать себя не просто принадлежащим какому-либо этносу, а быть по-настоящему патриотом? Вот некоторые зрители, особенно в деревнях, смотрят на нас и говорят, ну, философствуйте, вы там болтайте по этому телевизору, а что же нам делать? Вот скажите, да, до сих пор мы говорили, то не было, то не делалось, то, а вот сегодня скажите, вы умные там, в Кишиневе, что нам делать? Ну, давайте мы попробуем все же таки некоторые такие соображения практически, первые, как вы отметили, давайте мы разберемся, мы граждане нашего государства, слава Богу, да, почему слава Богу, потому что тут можно сказать, как наша независимость в девяносто в первом году, это благодаря обстоятельствам, это не такой уж великой борьбы освободительной, ну, распалась империя, да, слава Богу, мы воспользовались этим, да, но нам Бог дал возможность жить в стране, которая называется Республика Молдова, она древняя государство, как Николай говорил, есть нам чем гордиться, мы являемся гражданами этого государства, да, и мы должны гордиться, не чужого какого-то государства, хотя у кого-то есть другие гражданства, но это другое, и большая часть, это чисто такого практического значения, многие получили румынское гражданство, не от того, что они аж любят сильно Румынию, некоторые вообще по-румынски ни слова не знают, там тоже бизнес делали и делают, это другое, это наполовину файша, но наш человек иногда предприимчив, так сказать, раз мы граждане этой нашей страны, республика Молдова, вот давайте мы вместе, а мы можем что-то как-то решить для нас, чтобы было комфортно в нашей стране, и мы говорим, да, и третий вопрос, а как, во-первых, надо как-то более общаться, объединиться, есть люди, которые должны объяснить, это политические партии и другие, вот мы гражданское общество, которое мы болеем за государство, мне без разницы, какая партия будет у власти, что будет красный, белый, анархисты, я знаю, там, партия любителей пива, для меня не важно, для меня важно видеть те действия этих политиков, этих партий в интересах государства и в интересах народа, пусть они называются как хотят, для меня важно укрепить наше государство, работать в интересах нашего государства и нашего народа, остальное, как они называются, бог с ними, мы знаем, что они откуда-то позаимствовали это название, либеральная партия, которая понятия не имеет, что такое либеральная доктрина, и так далее, поэтому, вот когда сейчас появляются все, да, вот агитаторы, вы сказали, первые сказали, вы от такой-то партии, да, ну давайте откроем вашу программу, которой в прошлый раз вы были у нас, да, помните, в клубе, да, 4 года назад, помните, в клубе, да, вы сказали, давайте откроем, начнем по пункту, вы сказали, что мы сделаем та-та-та-та-та-та-та, столько рабочих мест, пожалуйста, сколько вы сделали, да, плюс-минус, следующий вопрос, мы будем укреплять наши отношения с нашими соседями, и с теми, и с теми, сделали, не сделали, опять, третий вопрос, да, я вам рекомендую, вот, наш президент, да, потому что мы его избрали, и ни одна политическая партия, и никакой президент никогда у нас в республике не получил стойко поддержки, никогда, вот президент республики Молдова, может его критиковать, может его как угодно, партии социалистов, вот он предлагает восстановить хорошее отношение с Российской Федерацией, это в интересах производителей наших, все, которые нет работы, учебные программы, и так далее, это хорошо, или плохо, и надо послушать этих, он говорит, плохо, почему плохо, поэтому, вот, проводя вот такую беседу, с потенциальными, которые хотят прийти к власти, определиться, кто, в самом деле, за интересы нашего государства, кто, за то, чтобы наше государство исчезло, ведь и такие есть, в этом надо их просто прогнать, просто прогнать, я бы с такими, вообще, как это ты хочешь, чтобы на, мое государство, где я молдаванин, да, в Молдове, чтобы оно исчезло, так это ты друг или враг, кто, это не друг, точно мне, если он хочет мою страну, уничтожить, вот я предлагаю в каждой деревне, побеседовать с такими, я не хочу дать название партии, которая не ходит, там что-то где-то, вот, вы за это, раз, два, три, что у нас, хорошо с Российской Федерацией, причем, почему я говорю Российская Федерация, да, потому что Российская Федерация, она, по большому счету, никаких политических условий, не ставит, то, что ставит нам Евросоюз, а Евросоюз, что говорит, давай в НАТО, давай пусти войска, завтра, послезавтра, давай молдавские военные, туда, чтобы они вернулись, в цинковых гробах, и так далее, ряд экономических обязательств, откроется, и полно, вот, я вам дам пример, несколько, в ноябре месяце подписала, такое соглашение с Евросоюзом, Армения, Армения, причем, экономического характера почти нет, у нас соглашение на 950 листов, а у них на 350, причем, они сказали, вот это нас устраивает, это устраивает, это мы еще подумали, сказали, хорошо, а у нас как, вслепую, не читая, и мы сейчас не знаем, где мы находимся, посмотрите, мы подписали это в 2014 году, прошло уже 3 года, и нам сказали, что там будет какой-то совет, который будет вот каждый год анализировать, как идет, где этот совет, какие анализы, какие выводы, поэтому, я предлагаю всем, в селах, в деревнях, где бы они ни были, в любом коллективе, посмотреть, кто есть кто, и как он, не то, что говорит, потому что у нас такие красивые говорите, наши аналитики, и артисты, там же появляется музыка, знаете, экстаз такой создают, чтобы быстро, как на рыбалке, динамитом, шумовое отвлечение, поэтому, я предлагаю, чтобы по конкретной партии, по конкретному лидеру даже, вы же у нас были уже, дорогой товарищ, и обещали, и ничего не сделали, ну, как вы хотите еще раз, они же, они же просят, они умоляют, это голос, поэтому надо, очень четко посмотреть, кто в самом деле, за народ, и за страну, и посмотреть, кто просто обещает, ничего не делает, и обогащается, ведь же, главная цель у многих, которые сейчас пришли к власти, это личное обогащение, посмотрите, ихние дома, ихние дети, где учатся, деньги все спрясаны в офшорках, и совершенно, они не стыдятся, перед этой нищей нашей страной, и нищенское существование, которое ведет большинство нашего населения, им хоть бы хны, поэтому, когда говорят, а что делать, разобраться, открыть глаза, открыть глаза, проинформироваться, и когда будут будущие выборы, надеемся, в ноябре следующего года, сделать правильный вывод, конечно, нет 100% гарантии, что придут очень хорошие вещи, очень, скажем, которые в сфере, но шанс надо дать. Николай, вот смотрите, прозвучала несколько раз оценка фигуры президента. И сегодня, вот само президентство, Игоря Дадона, это как лакмусовый тест для тех, кто его выбирал, и не только для избирателей, но и, наверное, для тех, кто так или иначе оценивает его деятельность. То есть, для одних людей, голосовавших за президента, это тест на верность своему выбору, для других людей, это тест на противостояние той воли избирателя, который, в общем-то, следует за президентом Игорем Дадоном, а именно, ему делегированы фактически все те действия, которые он сегодня совершает, вернуть взаимоотношения с Российской Федерацией на качественный уровень, вернуть уверенность Республики Молдова в правильный внешнеполитический выбор, вернуть Республики Молдова на успешное экономическое развитие. Вот то, что сегодня предпринимает президент, оно идет в контексте вот этих всех чаяних избирателей. В то же время, те, кто противостоят сегодняшнему президенту, парламентское большинство тоже испытывают президента на прочность, и получается, что президент Игорь Дадон это тест для всех, и для правящего большинства, и для тех, кто его выбирал. Как вам кажется, устоит этот тест, то есть, на прочность Игоря Дадона, удержится ли вера избирателя в возможности психологически-человеческие качества Игоря Дадона, и удержится ли парламентское большинство в своем стремлении в общем-то, нивелировать роль этого политика в сегодняшней жизни Молдовы? Ну, мы в парламенте сейчас мы видим особого креатива, даже это большинство, мы видим несколько человек, которые практически управляют парламентом. Президент Молдовы, он выбран, он является выбранным народом, по моему мнению, один из таких президентов, стойких, сильных, который не меняет своих убеждений, и держится на своих позициях, поэтому и поднимается рейтинг президента и партия социалистов, потому что реально сейчас партия социалистов находится в оппозиции, все эти удары, которые они переносят, которые есть у нас в стране. Мы не должны забыть, что это не наша кухня политическая, то, что происходит. В Молдове все-таки происходит, мы находимся в какой-то сильнейшей информационной войне между Западом и Востоком, между Соединенным Штатами и Россией. В следующем году является предвыборная кампания президента Путина в России, и, конечно, будет очень тяжелый год. У нас парламентские выборы. И все, что идет в различных масс-медиах молдавских, то, что появляется много аналитических центров и изданий, финансируемые за рубежа, которые направлены против президента Молдовы, вот это является часть информационной борьбы. им не нужен наш президент, вот как президент нашей страны Молдовы, а они хотят исключить Молдову из этих дружеских, стратегических связей с Россией, потому что у них там более серьезные счеты, у них эта война проходит, происходит очень много времени, и мы видим, что не могут они найти общий язык и в Сирии, и на Украине, и в разных горячих точках мира, потому что все-таки в мире никто не отменял войну. За это время развития цивилизации мы видим, что войны оснащены вот все-таки новыми видами и оружием, в том числе. И сейчас даже, если в Молдове не стреляют, но все равно идет ожесточенная такая информационная война. И, конечно, это зависит от наших граждан Республики Молдова, которые должны сделать выбор и понять. Поэтому многие из лидеров различных организаций, которые они хотят благо для своей страны, они пытаются доносить. Вот присмотритесь, пожалуйста, вот уважаемые жители, вот к этой ситуации, к этой ситуации. Я до сих пор вот не могу понять, как могли выбирать вот эту партию господина премьер-министра Лянг и после того, как они подписали вот совместное коллективное правительственное письмо на разрушение этих молдавских банков и вот с этим большим скандалом вот в миллиарде. Я не могу понять этих граждан, которые они голосовали вот за эту партию, за эти партии, потому что Майя Санда Анина тоже была в этой схеме. В составе правительства, которое голосовал за вывод миллиарда. Потому что мы сами строим это государство, мы сами выдвигаем этих политиков и потом мы жалуемся, почему живем в такой стране. Конечно, они будут и работают нечестными методами. Вот они будут покупать в парламенте, они будут использовать различные свои вот эти махинации. Но нужно придерживаться вот этому правильному пути из-за того, что они вот сделали из-за своих поступков. И половина года, я думаю, в следующем году именно будет годом анализа вот всех этих событий. Президент Молдовы, он, как и обещал своему избирателю, он выполняет своих обещаний. В том числе, я не знаю президента Молдовы, который был до Игоря Николаевича, который занимался благотворительностью столько, как сделал президент за один год, или который имел столько официальных встреч вот именно в конструктивном плане, или который является человеком, несущий эту национальную идею, и который заботился об этой национальной идее, который издавал эти книги за свои вот все эти деньги своих фондов. это очень важно, когда есть президент лидер, и мы должны заметить, обращать внимание на это. Из других партий, вот как говорит господин Дриган, где-то в деревне, в районе, нужно взять бумагу и написать, что вы обещали, а что вы принесли. И я думаю, что очень много будет ответов, но у некоторых партий ответа вообще не будут, и они исчезнут из политического поля Молдовы. Меда сравнительного анализа, наверное, самый эффективный. Если можно, я продолжу эту мысль. Конечно, внешний фактор очень важный, и нам никуда не деться, мы маленькое государство, и, конечно, будет давление и так далее, но давление будет и на президента, естественно, но у президента есть очень солидный, сильный союзник, это народ, но чтобы это в самом деле был союзником, нужно несколько вещей. Первое, нужно, чтобы люди поверили, что президент искренен. Это очень важно, причем начиная с лица, вот человек смотрит, это искренне говорит, или он там играет театр какой-то роль, это очень важно, чтобы президент передал это чувство, что он самом деле так думает, то, что он говорит, и в самом деле будет это делать. Второе, я бы отметил, такое качество лидера, как скромность. Все же таки в нашей бедной стране, вот посмотрите на наших лидеров, они просто купаются в роскошь, их просто ненавидят. Вот посмотрите, антирейтинг у некоторых лидеров, да их просто сожрали бы в один момент, если бы они попали народ с этими лидерами в одном траншее, я не знаю, в кого стреляли первые во врага или в своего, который издевается над ним. Поэтому очень важно, чтобы наши лидеры, если они ратуют за наш бедный, бедный, беднейший народ и так далее, люди, чтобы он проявил максимальную скромность в своей повседневной жизни и в своих аппетитах и так далее, люди очень ценят скромность, очень важно, чтобы в этой бедной стране ты показал, что надо жить по средствам, и вот это должна быть, если хотите, идеологию. Мы ничего не имеем против бедных, мы ничего не имеем против богатых. Если человек работает, если он добивается, если у него мозги работают, руки работают, он думает, он вправе жить хорошо, вправе иметь и дом, и машину, да, ведь же, посмотрите, Лукашенко, ведь же никто не говорит, что батька вор, потому что он работает, и у него все открыто, все чисто, проверяйте, ребята, проверяйте. Поэтому очень-очень важно, чтобы этот очень существенный или или важный как поддержка президента народ, это пусть на западе говорят, что хотят и прыгают с утра до вечера. Конечно, есть свои там нюансы, но если удастся президенту своими действиями и своими личным примером убедить людей, они пойдут горою за ним, и выборы выиграются, и мы сможем переломный такой ход событий дать, и я думаю, что наши люди и мы страна заслуживаем это, мы хотим жить по-другому. Есть много стран, есть и даже меньше, чем мы, и у которых, как Николай говорил, есть с такой историей, с такими ситуациями, там войны, разрухи, засухи, еще хуже, чем у нас, но они все равно встают с пепла, потому что они едины, есть вера, есть руководитель, поэтому очень важно для президента и его команды, чтобы вот это союзник, он был на его стороне, и именно он стал союзником именно в результате этих действий, и чтобы это была вера, что эта команда, эти ребята, они, во-первых, дадут по заслугам эти, которые наворовали страну, все должны до единого получить по заслугам, получить по заслугам, это люди хотят, и, конечно, проложить новый путь, что мы способны жить и по-другому. Ну, единение, единство, это очень важно, я согласен, главное, чтобы вот сам молдавский народ был в союзе с самим собой. на чем они, люди, объединяются, хорошая идея, хорошая команда, и, конечно, честность, открытость, и, если вы хотите, не скрой, это есть своего рода самопожертвование ради людей, ради страны. Понимаю, у нас осталось буквально две минуты, вот давайте обозначим, уходящий год, каковы главные его потери для нас с вами? Ну, вот, Николай, на ваш взгляд, что мы потеряли, что есть надежда вернуть? Всегда теряем время, можно было еще лучше, можно сделать намного лучше, нужно сконцентрироваться и не думать, что вот вместо нас делает кто-нибудь другой. Даже, ну, обычные люди, народ Молдовы, во-первых, мы должны себя требовать, и, второе, нужно требовать власти, и нужно сплотиться, как народ, думать, как единое целое, тогда все эти беды, они пройдут. И в том числе, про президента, единственный президент, который вот сдержал слово, и помогал, вот сколько мы знаем ситуаций про Игоря Николаевича, вот человек слова, даже на Святой горе Афони, там обещал монахам, были разные там различные ситуации, единственный президент, который вот сдержал все эти обещания, я знаю даже несколько таких очень интересных случаев, что до этого времени у нас люди не очень бросались словами, и я верю в это президента, что в следующем году у нас много что поменяется, если народ поддержит. Павел, ваше мнение, что мы потеряли в этом году уходящем, и что сможем обрести в следующем? К сожалению, потеряли много веры, и в наших политике, и в наших руководствах, это очень важно, потеряли возможность, вот те возможности, которые открылись, и при помощи президента, и команды социалистов, открылись возможности, мы их по большому счету потеряли, потому что сделано кое-что, но мы могли десятки раз больше, была такая возможность, потеряли много нашей молодежи, к сожалению, все уезжает и уезжает, и конечно, самая большая потеря, это пожалуй возможность, потому что некоторые возможности, они не даются каждый день, даже в этой турбулентной ситуации в мире и в Европе, если бы мы правильно, это как корабль среди айсбергов, если бы мы правильно свою, скажем, тактику устроили бы, мы могли выиграть много, и в отношении с Евросоюзом, потому что да, мы должны с Евросоюзом, тоже иметь хорошее отношение, мы должны иметь хорошее отношение, с нашими соседями, и конечно, с нашим стратегическим партнерами, с Российской Федерацией, мы очень много возможностей потеряли, от бездарности просто некоторых руководителей и руководства, поэтому давайте будем жить с надеждой. Давайте. Спасибо вам за этот эмоциональный разговор, за эту оценку, совместно прожитой жизни, этот год мы провели с вами вместе, провели в этой студии, в частности, встречаясь в эфирах, провели в работе, мы как журналисты, вы как люди, представляющие гражданское общество, проявляли, и вели за собой, проявляли какие-то интересы, отвечающие тем, чаяниям тех, кто вас выбирал, и я надеюсь, что этот мандат доверия, и мы как журналисты, и вы как представители гражданского общества, не потеряем в следующем году, сможем реализовать все то, что как бы нам судьба предоставила, для возможности в следующем году снова использовать этот шанс и помочь самим себе, помочь своим согражданам еще немного зажить лучше, обрести новые надежды, и с каждым днем, чтобы у нас жизнь становилась лучше, а не так, чтобы мы накапливали какой-то багаж несостоявшихся надежд, багаж неиспользованных возможностей, ведь, как правильно сказал Павел, окно возможностей открывается, бывает только лишь раз, а потом снова вернуться, знаете, как говорят в России, в одну и ту же воду дважды не войдешь, много поговорок на эту тему, и я предлагаю к этому разговору вернуться уже в следующем году, оценить, наверное, тот ход событий, который будет проходить в 2018, и попытаться усмотреть все то полезное, что нам предоставит судьба. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был председатель юридической комиссии при Совете гражданского общества, при президенте Республики Молдова Павел Медориган и председатель национального молодежной организации воевод Николай Паскару. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова